Андрей в бизнесе не новичок. Предпринимательством занимается уже 7 лет. А вот фирму по оказанию бытовых услуг открыл около года назад. Здесь можно изготовить ключи, заточить нож или починить ботинок. Открыть фирму помог грант 300 тысяч рублей, который Андрей получил по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Аренда помещения 800 рублей в месяц за метр квадратный. Да и похожих фирм в городе хватает. Казалось бы, откуда взяться спросу. Но Андрей признается, не пожалел. Развиваемся, так сказать, даже клиентов побольше становится. Люди еще не все видят, узнают, ноги приходят, говорят, ой, открылись только вроде недавно. Говорят, что уже год. А это компания по изготовлению вентиляторов. На выигранный грант в 300 тысяч рублей Михаил накупил нового оборудования. Вот этот агрегат, к примеру, ножницы. Хоть фигурки вырезай. 10 миллиметров, да? Да. Ну, такая, да, серьезная такая, да? Раньше все действия производились вручную. Теперь на помощь людям пришла техника. Производство оптимизировалось. Вот так, к примеру, делают воздуховод. Раз-два и готово. То есть это занимает, заняло, ну, буквально минут пять, да? Вот. А если бы мы делали все это вручную, ну, это где-то было бы около часа. Главное условие для получения гранта – грамотно составленный бизнес-план. А еще зарплата сотрудников. К примеру, в компании Михаила работники получают по 25 тысяч рублей. Товаром фирмы пользуются областной суд и таможня. Сейчас Михаил надеется на получение еще одного гранта в 470 тысяч. Всего в этом году 46 владимирских предприятий получили гранты. На это у нас выделено городским бюджетом 10 миллионов рублей. И еще 2 миллиона рублей сейчас планируется получить из областного бюджета. На следующий год в городском бюджете на эти же цели запланировано еще 12 миллионов. Кроме того, во Владимире откроют муниципальные учреждения по поддержке малого и среднего бизнеса. Екатерина Дронова, Леонид Новиков, 6 канал.